Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей недельной главе есть такие слова. «И сказал Бог Моше, иди к фараону, ибо я ожесточил сердце его и сердце его слуг, дабы совершить мне все эти знамения на них». Сначала короткую историю. Два часа ночи в номер гостиницы такой-то, где остановился известный еврейский и богачий филантроп Майнрахт, тихонько постучали. Накануне дном Майнрахт подписал суперважный контракт о приобретении недвижимости, который там готовил много месяцев, стоимость контракта фантастическая. В общем, очень много заработал. Это был удачнейший день в его жизни, и он волновался, не спит. Тихий, деликатный звук, но он услышал, открыл. Перед коммерсантом стоял Рэбе, одного из хасидских крупных дворов, которым он очень давно знаком. Ночь, но что привело его сейчас за полночь. Рэбе виноватый улыбнулся и говорит, Гавриле, я хочу сказать тебе Мазалтов, я услышал, какую сделку ты хорошую заключил, пусть тебе сопутствует удача. Ну, Габриле хорошо воспитанный, он говорит, что Рэбе, заходите, давайте маленький Лыхаем сделаем. Он говорит, чего маленький, давай делать Лыхаем. Габриле посадил старенького Рэбе в кресло и слушал где-то 15 минут печальный рассказ о тяжелом финансовом положении, в котором община. Нет денег, нет зарплаты учителям Торы, многие семьи, ну и так далее. Габриле сочувственно выслушал монолог Рэбе, вытащил чековую книжку и подписал чек на крупную сумму. Это было щедрое пожертвование, даже с точки зрения такого выдающегося филантроба, как Майдрахт. Вручая чек Рэбе, он робко сказал, я готов помочь Рэбе в любое время дня и ночи. Но мне хотелось бы спросить, а это же могло подождать до утра. Рэбе сказал, ты понимаешь, Габриле, сейчас ты считаешь эти деньги прибылью, а уже завтра утром они станут капиталом и тебе будет с ними тяжело. Люди очень неохотно расходуют свой капитал, даже на цдаку. Вот в сегодняшнем недельном разделе нам открываются некоторые порочные черты фараона, которые отражаются из той истории, которую я рассказывал. Он был патологически неблагодарным человеком. Закополив евреев, он забыл, что именно Йосиф был причиной того, что спаслись от голода египтяне. И не просто спас, а превратил в Египет самую могущественную, процветающую империю древнего мира. Из-за своего злобного упрямства фарон пренебрёг уроками семи первых египетских казней, которые описаны были в прошлой недельной главе. В результате Бог ожесточил его сердце, лишив свободы выбора, который обладают люди от рождения. Никто из нас не застрахован, говорят мудрецы, от забывчивости. Особенно, когда речь идёт о благодарности за полученную нами помощь. Человеческая память, она очень гибкая и даже, можно сказать, изворотливая субстанция. Мы часто думаем, что нажитое нами имущество – это наш капитал. Нет ни капитал, говорят мудрецы, а отнюдь негарантированная и порой недолговечная прибыль. Каждый заработанный нами, там, шекель, доллар, я знаю, это дар Божий, дар того, кто посылает всё. Поэтому не грех, говорят мудрецы, поделиться другими с этим даром, не превращая его в неприкасаемый капитал. Более того, сказано, что когда ты делишься тем, что к тебе приходит, ты сохраняешь то, что к тебе пришло. Вообще, иудаизм – это религия поступков. Раби Маше Шрайбер из Пресбурга, известный как Хатайм Сойфер, писал, что каждый, исполнивший заповеди в Египте, привязать к ножке стола козлёнка и так далее, удостоился выйти со всеми сынами Израиля из Египта. Всякий, кто не захотел исполнить их, не удостоился и остался в Египте. Для того, чтобы выйти из Египта, необходимо сделать что-то. Демонстрировать должно что-то, связь свою с народом. Быть евреем по рождению оказалось недостаточно. Недостаточно обладать каким-то, как все говорят, тёплым сердцем. Необходимо совершать поступок, поскольку иудаизм – это религия поступков. Языком все очень хорошие люди и сердцем хорошие. Но поступки, да? Необходимо совершать поступок. Вера, не подкреплённое действием, ничего не значит. Ноль, говорят мудрецы. Подобно тому, как ничего не значит жалость, которую человек испытывает по отношению к бедному, если она не сопровождается попыткой ему помочь. Такая вера, она подобна, как ты любишь женщину, без желания с ней вообще встречаться, строить отношения. Просто там на расстоянии любит как-то там. Помимо того, что действие является реализацией мысли, оно способно также повлиять на человека и изменить его. Когда мы что-то действуем, это влияет на нас. Сердце следует за поступками, сказано в наших книгах. Невозможно было выйти из Египта, не приложив для этого хотя бы минимальное усилие тогда и сейчас. Очевидно, что непросто было на глазах у всего народа взять божество Египта, привязать к ножке кровати у себя дома. Это непросто был какой-то героический поступок. Невероятный. Но без этого нельзя было выйти из Египта. Выйти из Египта можно было только с помощью неба. Но и приложив к этому усилие снизу. То, что на языке кабалы называется пробуждением снизу. Вот это вот как бы тот самый шифр, который работал тогда и работает сейчас. Именно так, совершая поступки. Побуждая снизу небо помочь нам, мы поможем себе, людям. И тогда все действительно будет хорошо. Брахава от слаха. Действуем.